Ирина, здравствуйте! Мы долго не виделись. Хочу хоть и с опозданием поздравить вас с рождением второй дочери. Здрасьте, Володь, спасибо вам большое. Очень-очень приятно. Ну что, можем начинать наше интервью? Обязательно. Ну да-да, как всегда, мотор! Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я ведущий Владимир Крупенников. С тех пор, как фигурное катание стали показывать по телевизору, миллионы людей часами не могут оторваться от яркого зрелища, валяя за своих кумиров. Среди кумиров моего поколения, конечно же, была Ирина Слойская. Блистательная одиночница, многократная чемпионка Европы и мира, призер Олимпийских игр, очень активный, деятельный человек. И одно из направлений ее деятельности – решение проблемы людей с инвалидностью. Именно с ее подачи в прошлом году по стране, исколесив тысячи километров, прошел Добропоезд. Итак, Ирина Слуцкая – мой сегодняшний гость. Ирина, начнем разговор с вашего замечательного проекта «Добропоезд». А для наших зрителей напомните, пожалуйста, его идею. На борту нашего поезда, скажем так. Ездило очень много людей, специалистов. Это люди с ограниченными возможностями. Мы приезжали в города России, проводили форум «История моего успеха», где ребята рассказывали, что с ними произошло, как они преодолевали те жизненные обстоятельства, которые свалились на их голову, как они реализовывались, как они старались найти мотивацию к жизни. После этого проходили мастер-классы для таких же людей, как они. Был мастер-класс от доктора вместе со своей подопечной с сахарным диабетом. Делились секретами с родителями, как с таким диагнозом детям можно заниматься спортом. Потому что очень часто говорят о том, что если у тебя диабет, то тебе нельзя заниматься спортом. На самом деле все нюансы, все тонкости, все то, что разрешено и как контролировать свое состояние, рассказывали люди, которые сами через это прошли и до сих пор идут по этой дороге. Также мастер-класс был для людей-колясочников. Это была адаптивная физкультура с резинками, с мячами. Также у нас был мальчик с ДЦП, который рассказывал родителям, как можно облегчить состояние, различные упражнения, движения, массажи. Приходило очень много людей, все черпали информацию. Это было действительно очень здорово. Также мы в рамках нашего поезда устраивали фестивали северной ходьбы. Мы ходили с палками, мы рассказывали, показывали, как это нужно делать. Вот с нами находились на поезде эксперты, которые смотрели состояние спортивных объектов, насколько они пригодны для людей с ограниченными возможностями. Проводился форум с главами, с замами, с председателями профильных комитетов на тему оснащения и использования спортивных сооружений. Очень насыщенная программа, которая принесла радость, пользу людям. На борту добровоезда собрались действительно уникальные люди, истории которых напоминают фантастические романы. Доброе утро! Доброе утро! Юлия Шумова ослепла в детстве. Все, что было дальше, это иллюстрация невероятного Юлиного характера. На удивление быстро научилась жить в новых обстоятельствах. После школы-интерната стал вопрос о высшем образовании. В университете мне сказали, что слепых не обучают. То есть можно заочно, можно попробовать дистанционно, но вот очно, как я хочу, условий никаких нет. Ну и передо мной дверь закрылась, я вышла, снова распахнула эту же дверь. Захожу, значит, в приемную комиссию, говорю, я буду сдавать экзамен. Они говорят, мы же вам все объяснили. Я говорю, все понимаю, вы примите мои документы, я буду сдавать экзамен. Если я не сдам, значит, я не смогла. Если я сдам, значит, вы эти двери просто обязаны для меня открыть. Юлия поступила и окончила юридический факультет Челябинского университета с красным дипломом за два с половиной года вместо пяти. Защитила кандидатскую диссертацию тоже экстерном. А вот устроиться на работу не могла. Работодатели мило улыбались, но не брали ее из-за отсутствия опыта. Понимая, что только я себе сама могу помочь, только я сама себя из этой ситуации могу вытащить. И я пошла в организацию Человек-законной власти, превозняти меня на общественных началах, юристом в госсуте. Мне не надо денег, мне нужны опыта. Ну и уже через месяц мне выделили отдельный кабинет, дали работу. У Юлии интересная работа в университете. И всегда рядом любящие ее люди – муж и дочь. На сцене Ярослав Святославский из Санкт-Петербурга. Он работает маркетологом и ведет проекты в научных и социальных сферах. До того, как стать спортсменом и предпринимателем, я был как раз артистом. И с четырех лет занимался эстрадным вокалом. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано, гитара. И развивался именно в этом направлении. Еще Ярослав занимался паркуром. И на одной из тренировок упал с 12-метровой высоты. Получил компрессионно-оскольчатый перелом грудных позвонков и повреждений спинного мозга. Врачи сказали, что ходить больше не будет. И надо было решать, как жить дальше. Я понял, что сейчас я на сцену не смогу пойти выступать. И я понял, что мне хочется быть больше предприимчивым человеком. Больше влиять на какие-то изменения. В первую очередь влиять на себя. А потом уже влиять на других людей. Вместе с другими членами команды поезда Ярослав тестировал на доступность улицы и зданий разных городов. Вел форумы. Вообще, за годы, прошедшие после травмы, случившейся в 16 лет, он успел многое. Получил высшее образование в области IT-технологий. Изучил маркетинг. Поработал по специальности в крупных компаниях. Ярослав первым из российских спортсменов паратриатлетов переплыл в Волгу. И дважды покорил в любительском триатлоне Айроман дистанцию свыше 200 километров. Привет. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александра Вяткина. И я настоящий киборг, поэтому вы можете пожать мне руку. Настоящее мужское пожатие. Никиту Левичева родители оставили в роддоме. Врачи сказали, что мальчик не проживет у трех дней. А малыш выжил, хотя мог передвигаться только ползком. Перенес несколько сложнейших операций. И в 14 лет впервые встал на ноги. После школы стал работать фотокорреспондентом разных изданий. И окончил юридический факультет. В Добропоезде Никита делал не только фоторепортажи, но и работал корреспондентом нашей программы. Загружаешься в вагон, почти уже вечером, поздно, как бы завалиться, отдохнуть. А потом раз, новый город, что-то новое узнают. И самое главное, вот эта акция Добропоезд, она реально несет позитивный характер. Потому что, когда проходит вот это мероприятие, там форум, мастер-классы, люди выходят с улыбками. И мы понимаем, что мы изменили кому-то, может, жизнь даже в лучшую сторону. И мы часть своей души отдаем. Ирина, какие основные выводы вы для себя сделали, увидев, как живут наши регионы, и как там обстоят дела с положением людей с инвалидностью, с их адаптацией к жизни? Ну, наверное, не стоит меня считать за ту персону, которая никогда не бывала в глубинке, и не видела, не знает, как там люди живут. Я по России очень много езжу, все вижу, и отношусь очень трепетно к людям. И пытаюсь, когда есть вопросы, решить эти вопросы. Конечно, очень сложно, но вопрос, наверное, больше еще внутри каждого человека. Когда у людей действительно опускаются руки, когда они сдаются. Сейчас мы говорим о людях с определенными жизненными ситуациями. Но самое главное для нас-то вдохнуть в них веру. И главное, что не просто поговорить, а действительно показать, что они могут, как они могут. Я не беру совершенно другие аспекты, да. Мы сейчас говорим о рамках нашего проекта. А на ваш взгляд, что нужно срочно исправлять с помощью государства? В первую очередь, люди не могут выйти из домов, потому что нет банально нормальных пандусов, чтобы можно было на коляске спуститься. Потому что везде какие-то преграды, или стоит такой пандус, как ребята говорят, дорога в одну сторону. Но, конечно же, должны быть большие меры социальной поддержки. И, безусловно, это должно решаться и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровнях. Вопросов много, и, наверное, эти вопросы никогда не истякнут. Их решают, решают потихоньку. И мы все знаем, что мы живем не в самое легкое время. Тем более, когда если человек с ограниченными возможностями, ему вдвойне сложнее. Говоря о не самом легком времени, вы, видимо, имеете в виду еще и ситуацию с пандемией. Как, кстати, лично вы относитесь к запретительным мерам, к домашнему режиму, к удаленке? Если есть определенные ограничения, мы должны им следовать, потому что это не игрушки. Это действительно опасно для жизни. Это очень сложный период, особенно для тех людей, у которых большие семьи и маленькие квартиры. И здесь, конечно, не позавидуешь. Но нужно, наверное, к философски ко всему подходить. Раз мы в таких обстоятельствах, значит, надо как-то из этих обстоятельств уметь выкручиваться. Но это очень тяжело. Это крайне тяжело. Я предлагаю послушать мнение на эту тему академика Российской Академии Наук, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Григорьевича Анищенко. Я сегодня разговаривал с Благовещенском, с нашим российским, рано утром. У них там, вот у нас идет Россия. Я говорю, а сколько у вас там больных 150 метров на другой стороне реки Амур? Там полуторамиллионный город стоит. Он говорит, нет. Я говорю, так вот видишь, там ничего нет, там ни вакцины нет, ничего. Они просто соблюдают меры. На сегодняшнее утро в Китае 85 тысяч заболевших, на полтора миллиарда человек. И базируется это все на ответственном отношении к собственному здоровью. Китайцев не надо уговаривать носить маски. Они их носят. Знаете? Как это добивается? Ну, это их секрет. Но они носят. Такая же ситуация в Корее, в Южной. Там то же самое. И Корею нельзя обвинить там в каком-то тоталитарном режиме. Поэтому вот если мы хотя бы толику ответственности китайцев примерим к себе и будем ее соблюдать, я вам гарантирую, мы с вами эту проблему забудем. Существует мнение, что ранее сделанные прививки от пневмонии и гриппа позволяют в случае заражения COVID-19 в более легкой форме переболеть. Это так или нет? Это не лишено смысла, потому что сейчас высокий риск заболеть и теми, и другим. И если человек заболевает сразу двумя инфекциями, то это очень тяжело. Что касается пневмонии пневмококовой, то сегодня от нее надо прививаться. Даже если бы не было коронавируса, нужно особенно старшему поколению быть привитым. Потому что, как правило, коронавирусная инфекция, которая эксплицируется на легкие, она провоцирует за собой другую микрофлору. А если у меня есть прививка от пневмококовой пневмонии, то она подавляется. И я борюсь только с коронавирусом. Но если у человека привился, это не значит, что он не должен носить маску. Понимаете? Давайте мы будем спокойно выполнять необременительные меры ответственного отношения к здоровью, использования гигиены рук, социального дистанцирования. Тогда это будет высокая степень гарантии. Ирина, вы ведь, наверное, как никто другой, верите в силу ЗОЖ, здорового образа жизни. Есть такое? Понимаете, ЗОЖ иной раз бывает очень перевернут. И люди уже настолько педальтично относятся ко всему, что в таком режиме многим жить сложно. Для каждого ЗОЖ, наверное, имеет какое-то свое видение, имеет свой подход. Для кого-то ЗОЖ это не есть после шести и заниматься спортом, а для кого-то ЗОЖ это питаться овощами, есть мясо один раз в неделю и пить пять литров воды. Понимаете? Каждый человек для себя выбирает тот ЗОЖ, который комфортен для него. Я, допустим, я не могу без мяса, но я спокойно и неспокойно живу без кисломолочки. А кто-то, наоборот, не может есть мясо, но не представляет своей жизнью без кисломолочки. Понимаете? Я там могу без какой-то конфетки. Ну что, я уже там не веду здоровый образ жизни? Наверное, веду. Занимаюсь я спортом, да, занимаюсь. Кто-то занимается им 14 раз в неделю, а кто-то два. Ну, и это тоже здоровый образ жизни. Понимаете, отказ от вредных привычек, это да, это обязательно, и не только для ЗОЖ, это вообще для каждого человека. Да, отказ от алкоголя, от курения, от всего того негативного, что попадает в твой организм. Поэтому ЗОЖ – это очень такое расплывчатое, скажем, значение. И я могу себя побаловать где-то многими жаренными продуктами, да, где-то какой-нибудь такой алиозапрещенкой. Все нужно в меру делать. Я не ем фастфуд каждый день, но все равно раз там в полгода я могу себе это позволить. Поэтому, наверное, это у каждого внутри, и каждый для себя свой здоровый образ жизни выбирает сам. Пулевая стрельба, входящая в основы снайперской подготовки, всегда привлекала и подростков, и взрослых, в том числе людей с ограничениями по здоровью. Наш вид спорта пользуется большой популярностью. Он адаптирован. Адаптированы, то есть, те тренировки, занятия, которые мы проводим, они проводятся с использованием дополнительного оборудования, которое позволяет всем категориям инвалидов участвовать в этом виде спорта. То есть, это специализированные столы, которые позволяют стрелять сидя. Отличие у нас идет, мы стреляем сидя с опоры на стол и с ремнем. Что это дает? Это дает устойчивое положение, так как все опорники с нарушением опорно-зывопительного аппарата. То есть, устойчивое положение, то есть, принятие изготовки, винтовка, ну, соответственно, точнее выстрелы. Однако, пулевая стрельба – это не только азарт борьбы, но и неплохой способ почувствовать себя физически лучше. Ну, у меня что-то не очень хорошо с глазами. А мне сказали, что когда тренируешь глаза, то глаза немножко восстанавливаются. И я лучше стал видеть, да. То есть, это... Да, потому что, да, глаза, они как мышца, она работает. Туда-сюда, туда-сюда. Напряжение. То есть, они не становятся эти, как вялые, они становятся упругие. Так что, полезно очень. Лучшего спорта для реабилитации я, пожалуй, не назову. То есть, те требования, которые у нас выдвигаются в спорте, вот, в пулевой стрельбе, они направлены на полный контроль над своим телом, над всеми группами мышц. То есть, у нас идет очень сильная психологическая подготовка. Пулевая стрельба – удивительный вид спорта, который обязывает спортсмена быть одновременно спокойным и расслабленным. И в то же время контролировать каждую мышцу своего тела. Когда садись, стреляешь, например, ну, кажется, ну что, ну, взял, сел, выстрелил и все, нажал кнопку. А там это, надо контролировать палец, каждое движение, которое просто-напросто в обычной жизни даже не замечаешь. Здесь нужна точность попадания, здесь нужно четкое зрение, здесь должна быть твердая рука. И все в совокупности дает результат. Ирина, ваш знаменитый проект – школа скандинавской ходьбы. В каком он сейчас состоянии? Что происходит? Прекрасный проект, который у нас постоянно модернизируется. Сейчас наше основное движение – это «Северная ходьба. Новый образ жизни». Мы работаем с трудовыми коллективами, провозим для них мастер-классы, обучение, различные семинары и соревнования. Для кого ходьба особенно полезна и от чего спасает? Ходьба полезна для всех. Начиная с самого раннего возраста, заканчивая самым почтенным возрастом. Спасает, как и здесь, наверное, правильно. Движение – это жизнь. Нельзя, конечно, убежать от своей болезни. Все идет в совокупности с лечащим врачом, безусловно. Но «Северная ходьба» – это поддержание своего организма в хорошей физической форме. Поддержание духа развиваются и задействовано 90% мышц, что полезно для каждого возраста и для каждого человека. Просто совсем молодежь, наверное, любит все же еще побегать, попрыгать. Но, вы знаете, меня очень радует, что у нас очень много молодых людей от 20 лет и старше. И все принимают участие в соревновательном процессе, в обучении, учатся все ходить. Сейчас мы постраиваемся под тот образ жизни, под те темпы, которые сейчас актуальны. Что-то проходит онлайн, что-то проходит оффлайн. Когда есть, наверное, эффект соревнования, молодежь прям глаза горят, и они идут. И, вы знаете, все те, кто проходит курс обучения, палки не оставляют. Тоже очень много пишут, что здорово, я почувствовала себя намного лучше. Какой-то специальной формы не надо. Главное одеться по погоде, удобную обувь, взять палки и идти. До этого я это всем рекомендовала и рекомендую по сей день, что лучше первые тренировки провести с инструктором, чтобы себе не навредить, потому что неправильная ходьба, она может закончиться, скажем так, печально. Могут быть различные травмы, чтобы этого избежать, ходить нужно правильно, контролировать себя, не забывать посещать врача. Где желательно заниматься? Парки, скверы, школьные площадки, где лучше? Я предпочитаю парки, парки-скверы, подальше от дорог, там, где свежий воздух, где хорошее покрытие. Я больше люблю либо гравильные дороги, либо дорожки из земли. Я не люблю асфальт. Но не в каждом парке есть такие условия, особенно, когда сейчас начинается такая непогода. Если это земляная дорожка, то после дождя она превращается в месиво, поэтому приходится ходить по асфальту. В принципе, ничего такого противоестественного в этом нет. Просто с моими ногами, со спортивными, я предпочитаю более мягкую поверхность. Это опять земля и небольшой гравий. Для меня это комфортнее всего. А так люди ходят везде. Кто-то вокруг озера гуляет, кто-то вдоль дорог. Я не люблю ходить вдоль дорог, потому что все же выхлопными газами не хочется лишний раз дышать, поэтому лучше куда-нибудь подальше уехать и позаниматься. Добровольный физкультурный союз, возглавляемый Ириной Слуцкой, первым начал проводить в России международные соревнования по спортивной ходьбе. У этого вида ходьбы много названий. Скандинавская, Нордическая, Финская, Северная. 20 лет понадобилось финскому лыжнику Марко Кантанева для того, чтобы доказать всему миру, что ходьба с палками не просто развлечение, а полноценный спорт. Фрация – это про то, что человек создан для того, чтобы двигаться. У нас все мышцы должны работать, все суставы должны работать. И ходьба – это самый лучший способ для того, чтобы тело находилось в движении. Вместо двух ног мы ходим на четырех. Это действительно хорошее средство или форма физической культуры, которая мягко щадяще действует на опорно-двигательный аппарат и приносит явно заметную пользу. В связи с тем, что работают действительно большие группы мышц и есть увеличение вообще общей подвижности, что физиологично вообще для человека необходимо. Впервые я палки взяла, это было три года назад. Проходили соревнования в Туле. И я просто первый раз в жизни просто пошла, мне стало интересно, я до этого даже не знала, что такой спорт существует. И я там выиграла в дистанцию на два километра. И после этого я влюбилась в все это дело и начала свое занятие. Это универсальность скандинавской ходьбы. Но она с февраля 2019 года в России официально считается спортивной дисциплиной. И я в качестве ультрамарафонса, бегуна, перешел на ультрамарафонские дистанции скандинавской ходьбы. Это 12 часов и 24 часа. К тому же эти занятия дарят огромный заряд позитива. Это все мы. Да, и вам весело. Да, да, да. Очень весело. Мы веселые девчонки. Очень веселые. Это очень здорово. На свежем воздухе занимаешься. Радостно, весело, энергично, бодро. Ирина, если позволите, еще несколько вопросов. Как зовут ваших детей, если не секрет? Артем, Варвара и Кира. Вот Кира. Это такое созвучие с вашим именем? Просто вот такой вот зов души был. А на коньках продолжаете кататься? Ну, хотя бы для удовольствия. Да, зимой я очень часто это делаю с детьми. Так специально, конечно, не поеду, но зимой очень часто это делаю на улице, на озерах, где-то в парках. Мы с детьми с удовольствием идем, катаемся. А у вас когда-нибудь депрессия настигала? Я не знаю, что такое депрессия. Мне кажется, что все же депрессия – это действительно очень серьезное заболевание, которое требует медицинского вмешательства. И даже понятие кондра вам не знакомо? Ну, почему? Я живаю. Я точно так же и плачу, и грущу, и могу проваляться на кровати целый день, потому что не хочу ничего. Но когда кажется, что все плохо, но на самом деле это, наверное, такие вот небольшие вспышки жизненные, да, наверное, организмы этого тоже требуют. Просто главное вовремя посмотреть по сторонам, понять, что жизнь на самом деле прекрасна. Нужно оценить каждое мгновение. У тебя есть руки, ноги, не займись чем-нибудь. А занятия уж всегда можно найти. Проект «Добропоезд» продолжается. Поедет ваш «Добропоезд» дальше? Да, он поедет, потому что этот проект готов, все разработано, поезд нас ждет. Но, к сожалению, не во все регионы, которые запланированы, мы можем приехать из-за того, что... Сейчас, наверное, вообще все закрыто, и люди действительно, ну, опасаются собираться больше там какого-то количества людей. И мы в первую очередь думаем о безопасности тех, кто будет с нами, о своей безопасности, о тех людях, которые к нам придут. Поэтому сейчас, пока мы стоим на паузе, и ждем, и желаем, чтобы поскорее все закончилось, и никто больше не болел. Ирина, спасибо большое за разговор. Я думаю, что нашим зрителям было очень интересно, и кто-то после нашего диалога захочет присоединиться к скандинавской ходьбе. Спасибо еще раз большое. Спасибо. Счастливо. До встречи в поезде. Мы тоже надеемся, что вместе с командой «Добропоезда» программа «Фактор жизни» проедет по нашей стране. На сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Увидимся ровно через неделю, как всегда, на канале ТВ-центра. Берегите себя и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok